Продолжение следует... 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 а вот эти вот, так сказать, стояк вот этих комнат безопасности, он оставался, и потом люди спокойно приезжали пожарные, их оттуда эвакуировали. Так что пошло не так? Почему вы приходите к мнению, что эти комнаты сейчас недостаточно, и что подтолкнуло вас к тому, чтобы начать искать что-то новое? Ну, этажи у нас никогда не падали, у нас были всегда частичные обрушения. Поэтому после удара люди без всякой эвакуации, с дополнительными средствами, сами выходили и спасались, то есть это был вот локальный такой удар. Но вот в чем дело, что, в общем, война, это имеет разные сценарии, и сценарий неинтенсивной войны, он один, всего лишь один из сценариев. Но мы видим вокруг нас войны и разрушения, и к этому надо отнестись. Надо отнестись и к тому, что происходит и у нас. То, что у нас происходило 15-го числа, 15-го апреля, это была настоящая война. Вы имеете в виду атаку Ирана, да? Конечно, конечно, к счастью, ничего не случилось. Нет, не случилось не потому, что не случилось, а потому, что сбили все ракеты, поэтому не случилось. Но, разумеется, к счастью, если бы хотя бы одна-две прилетели... Конечно, к счастью. К счастью, все сбили, но... Вы понимаете, в чем дело? К этому это все знали, к этому готовились, и все об этом прекрасно понимали. Но ведь, понимаете, в чем дело, что войны не начинаются вот так заранее, так сказать, представленной картиной и порядком времени. Это начинается все внезапно, и это может быть откуда угодно. Мы находимся в окружении врагов, и может пролететь откуда угодно. Парк, ну вы знаете, кто-то из древних философов еще сказал, что только дураки учатся на собственном опыте. А перед нами война в Украине, война, которая длится уже достаточно долго для того, чтобы можно было посмотреть и сделать определенные выводы. Так вот, действительно, в 22-м году, когда началась война, я и полковник Ихаль, Яков Ихаль, мы решили проверить, делать такое исследование того, что происходит. Чтобы посмотреть, какова она война в тылу, современная война в тылу, и что, собственно, происходит с точки зрения наших систем, наших защитных сооружений. Что мы видим? Что многие части Украины и России, и города, допустим, Харьков, они находятся на расстоянии 30-40 километров. Это тоже расстояние, что у нас от Хайфы до Ливана, так же, как от Харькова до России. Мы видим, что средства воздействия огневого, они одинаковые как у России, так и у Ирана, и его сателлитов. И мы видим строительство, уровень строительства, что он одинаковый, как в Израиле, так и в Украине. И это дает возможность сопоставить те вещи, которые происходят. Но в Украине у них нет этих комнат безопасности? Да, на Украине действительно нет комнаты безопасности, зато у них есть смекалка. Это точно. Об этом я и расскажу. И вот мы начали смотреть, что происходит во время современной войны. Во время современной интенсивной войны в дом попадает множество снарядов. Может попасть не один, а два или больше снарядов. Или в здание может попасть один мощный заряд или ракета. Ну то есть баллистическая ракета может прилететь в современное здание, которое в основном там из стекла и бетона. Да, если оно общественное здание. Обычно гражданские здания не из стекла. Но в принципе ситуация меняется кардинально. И стоит вопрос. Вот мы заточены на одну ситуацию, а вот она другая ситуация. И вот эта ситуация уже близко к нам. И что будет завтра, послезавтра, через несколько лет, мы не понимаем. Поэтому встал вопрос оценки существующей ситуации в Израиле с точки зрения защитных комнат. И выявления их слабых сторон. И если позволите, предложение, как это улучшить и как это усилить. И тут, к сожалению, надо сказать, что израильский опыт, он неприемлем для Украины. Потому что здесь другая война. И это та война, на которую, в принципе, и следует рассчитывать. Это вот такая война, она и есть такая война, и никакая иная. Ну и, в принципе, у нас она будет аналогичная. Если она состоится, она будет аналогичная. Она будет аналогичная. И многие эксперты об этом заявляют. Они просто не являются специалистами в инженерной и, так сказать, гражданской области. И поэтому я здесь как бы детализирую, что произойдет в действительности с нами во время той войны, которую мы ожидаем. И выявим вот эти вот иезвимые точки, которые существуют в нашей гражданской обороне, для того, чтобы понять, что можно сделать и у нас, и в Израиле, и в Европе. И вещи, которые я предложу, они, очевидно, актуальны не только в Израиле и в Европе, они актуальны везде, где есть вот такие неправильные соседи, опасные, которые могут угрожать. Ну да, с соседями многим не везет. Давайте тогда, может быть, посмотрим вашу презентацию, которую вы подготовили, для того, чтобы понять вообще, что происходит вообще и как это выглядит. Эта презентация, она показывается впервые, и я благодарю вас, Александр, за вашу гражданскую смелость и понимание ситуации, потому что вещи эти, в общем, непростые. Окей. Ну, гражданская смелость тут никакая не нужна, все как бы нормально. Итак, вы видите сейчас дом с пристроенными к нему мамадами. То есть, вот этими комнатами, да? Да. Это дом с пристроенными к нему, из эпиграфа Голдемейра о том, что нам бежать в Израиле особенно некуда. Я поясню с вашего позволения. Дело в том, что, как мы сказали, с 92-го года все новые дома снабжаются вот этими комнатами безопасности, да? А те дома, которые были построены до этого, есть государственные программы, которые частично финансируют достройку вот этих домов, и к ним пристраиваются вот эти самые комнаты безопасности. Да, это вот... Вот мы видим как раз вот такой образец вот этой достройки. Когда достраивается. Итак, мы сейчас пройдем вот весь цикл воздействия, огневого воздействия на израильские защитные комнаты от слабого к более мощному. Итак, первый случай, который мы рассматриваем, это взрыв вне здания. Взрыв вне здания, как правило, не является проблематичным для защитной комнаты. Да, ну и практика показала, что они против этого как бы заточены, мы это видели неоднократно, да? То есть вот взрыв происходит рядом, и комната совершенно спокойно это все выдерживает. Вот давайте посмотрим иллюстрации на эту тему. Да, а вот это уже следующее. Это иллюстрация в Азии, тут упала ракета, и вот такой взрыв, вот дом, там вы видите, побиты стекла, там что-то, эти пергола повреждена, крыша немножко приподнялась от взрыва. И вот и все, так сказать. Дальше давайте смотреть. Следующее. 1Б, это вот фотография, которую я снимал лично в Питахтикве после взрыва в 2001 году. Упала ракета Фаджер в... Иранского производства. ...в дворе этого дома. И вот она сожгла все машины, она вот повредила, повредила стены на втором этаже. На третьем этаже здесь не видно, эти стены получили вмятину. Но тут мы видим, вообще стена просто проломлена, да? Да, проломлена, вылетела стена, проломлена. Дальше взрывная волна ударила по двери выходной и выбила и вторую дверь в другой квартире и вышла наружу. Люди здесь... Секунду, Барах, но ракета, сама ракета попала не в дом, она попала рядом, я правильно вас понимаю? Во дворе, да, я же сказал. А, то есть это именно взрывной волной выбило стену? Да, да, выбило стену. То есть не было прямого попадания в дом, я хотел подчеркнуть. Не было никакого прямого попадания, в общем, никто не погиб. Четыре дома там, они оказались без окон, без дверей, все это повылетало. Машины все сгорели, значит, вот четыре квартиры очень сильно пострадали. Люди все находились в Миклате на первом этаже, все выжили. Но Миклат это бомбоубежище, я поясняю. Да, бомбоубежище, вот, там в этом бомбоубежище была маленькая щелка между дверью, между дверью и щиколоткой, и туда зашла сажа. Так что весь потолок вот от такой узкой щели был черный. Но, тем не менее, люди остались живы. Остались все живы. То есть они находились в бомбоубежище, которое находится на минус первом, наверное, этаже. Вот на этом же этаже, чуть-чуть дальше, чуть дальше 10 метров буквально. А, то есть вот там бомбоубежище. Вот там, в глубине, в глубине этой стоянки. Фотография, да, там было. Хорошо, поехали дальше. Вот, это здесь тоже, это моя фотография, это я снимал здесь в аэродаре, когда здесь упала ракета. Вот, она упала здесь очень удачно, попала в стоянку, окруженная стенами подпорными. То есть стены эти разбила, эти стены восприняли удар, и поэтому дом только посекло осколками. Значит, пара гуляла с собакой во время сирены. Конечно, это было очень плохо и неправильно, вот, и некорректно с их стороны. И они, их ранило, вот при этом они где-то там далеко. Ну, то есть вместо того, чтобы при звуке сирены, значит, уйти в защищенное помещение, они продолжили гулять с собакой. Это потрясающее легкомыслие, конечно. Это такое. И вот мы сейчас увеличиваем воздействие, и вот у нас происходит грипп уже внутри, внутри дома, но не в Мамаде, это то, о чем мы говорили. Да, то есть вот у нас, я хочу обратить внимание наших уважаемых зрителей, вот слева и справа два столбика, это вот так называемые Мамады, то есть защищенные комнаты. Они построены по краю, по, с двух сторон дома, да, то есть вот... Ну, это схематично. Да, я понимаю, поэтому вот мы сейчас рассматриваем ситуацию, когда ракета попадает, ракета или снаряд попадает рядом, то есть в квартиру, ту же квартиру, но рядом с этим Мамадом, то есть не ударяет в стену у него. Да, пожалуйста. Здесь есть хорошие шансы выжить, так как мы вот в начале нашего разговора говорили, что вот они защищают, защищают, и здесь нет прямого попадания, и стена 20 сантиметров выдерживает тот средний предполагаемый. Ну, конечно, нельзя тут говорить на все случаи жизни, если пролетит фугасная бомба 250 килограмм, то, так сказать, не поможет. То есть мало не покажется, конечно. Да, но мы говорим про то, что как бы у нас в практике, это ракета Паджер, сколько у нее там, я думаю, что там есть около 15 или 10 килограммов рычага, и вот это все взорвало. То есть это она выдерживает, эта комната? Это выдерживает. Вот пример в городе Тель-Авиве, то, что произошло, это не я фотографировал, я там не могу быть во всех местах. Но я с вашего разрешения скажу, что это произошло буквально в 500 метрах от моего дома, где я живу, в Тель-Авиве. Мы слышали, мы находились в защищенном помещении, мы слышали, простите, слышали очень сильный взрыв, и когда через определенное время мы вышли, кстати, у нас по требованиям службы тыла, после сирены и после того, как ты слышишь эти бумы, нельзя сразу выходить, нужно определенное время подождать, потому что могут лететь осколки. И когда мы вышли, я живу на восьмом этаже, когда я подошел к окну, то я видел вот этот пожар, собственно, из моего окна, это было очень хорошо видно. То есть ракета попала в дом, насколько я помню, пострадавших не было, то есть люди либо вышли, либо спрятались в бомбоубежище. Но квартира сгорела, и сгорело еще несколько квартир. Да. Вот, значит, вот еще иллюстрация. Вот еще иллюстрация, это в решении в 21-м году. Вот тоже люди сидели в защитной комнате и выжили в этой ситуации, когда она попала. Вот. Я бы хотел, перед тем, как перейти к следующей позиции, рассказать несколько слов о полковнике Якова Ихали. Это мой друг, он, к сожалению, в светлой памяти умер в январе месяце. Вот. Это замечательный человек, интеллигентный офицер. Он известен тем, что он написал военное приложение для мира с Египтом. Он служил в генштабе и занимался сценариями войны, и занимался особыми поручениями, которых я могу только догадываться. Вот это вот путь. И после войны он занимал разные общественные должности, занимал должность председателя комиссии по подготовке странных землетрясений. Да. И он ваш компаньон, и вы с ним проводили исследование? Мы это все анализировали вот с человеком, с таким вот багажом и с таким опытом. То есть я как инженер, а он как военный. Как военный, да. Профессиональный военный в этом деле. Давайте к следующей позиции. Да. У нас тут может быть еще одна неприятность в случае падения. И мы сейчас ситуацию, как я вам говорил, усложняем от шага к шагу. Это у нас третья позиция. Когда у нас попадают в лестничную клетку, то положение дел ухудшается. Если горит лестничная клетка, если она разрушается, то людей нужно эвакуировать. То есть а люди находятся, мы предполагаем, что люди находятся вот слева столбик и справа столбик. Это вот эти самые защищенные комнаты. Там находятся люди. Да. А попадание в лестничную клетку, значит, лестница выходит из строя, там возникает пожар и возникает вопрос, а как, собственно, этих людей потом эвакуировать? То есть они не смогут сами выйти? Абсолютно. Их надо эвакуировать при помощи пожарных лестниц или другими средствами. Вот. Потому что это усложняет. Особенно представьте себе военная ситуация, когда идет массовый обстрел. И где тут свободные лестницы, где тут свободные пожары, и где пожарные. И как это все сделать? Представьте себе, просто надо войти в эту ситуацию и проникнуться. То есть это... Я еще от себя добавлю, что у вас тут на схеме изображен шестиэтажный дом, да? Ведь дом может быть и пятнадцатиэтажный. Конечно. И не всякая лестница туда достанет. Конечно. И я хочу сказать, ваше замечание абсолютно верное. Потому что моя цель не только дать предложение для любых домов, а вот делать, подчеркнуть необходимость для высотных домов. Потому что высотные дома, так сказать, их не было во время Второй мировой войны. И мы только увидим только то, что было одиннадцатого сентября, что может произойти с высотным домом. Что является вот таким вот наглядным примером того, что может произойти. И в принципе, это одиннадцатый сентября, оно то, что повлияло на меня в свое время. После того, как я видел вот эту картину у падающего здания, я начал впервые задумываться о том, а может ли инженер дать вообще какое-то решение для этой вопроса. Спасти людей из явной ситуации безвыходной, в которой только смерть может быть. И мне кажется, что у меня есть что предложить в этом плане. Я об этом расскажу. Теперь смотрите. Теперь ситуация именно становится сложной, очень сложной, когда дом подвергается массированному обстрелу. То есть это несколько ракет «Град» попадает в дом. И по факту, по тысячам фотографий, которые видно в Украине, включая вот то, что произошло и вчера тоже, когда 50 человек погибло. Да, мы записываем эту программу на следующий день после атаки на Полтаву, да? Да. Вы знаете, здесь в доме, в многоэтажном, а у нас упор на многоэтажные дома, поскольку сейчас люди живут в многоэтажных домах. И в том же Израиле 30 лет, 34 года назад, когда делали, создавали эту концепцию защитной комнаты, у нас были максимум 9 этажей, а сейчас у нас есть 20, 30 и сколько угодно этажей. И жилье тоже высотное, 30-этажное. Вот. Дом начинает гореть. Это для сведения нашему уважаемому командованию тыла. И здесь происходит не только взрыв, и не только ударная волна, и не только осколки. Тут, извиняюсь, начинает все гореть. Весь дом начинает гореть. И это плохо. Вот здесь, в этой ситуации, управление тыла, командование тыла говорит сидеть в Мамаде. В защищенной комнате, да. То есть, запереться и сидеть, да. Там надо сидеть. Вот. Украинцы в этой ситуации проявили смекалку. Они перешли вниз. В подвал. И слава богу, у них есть эти подвалы, которые спасли, я полагаю, очень много людей в Украине. Вот. У нас подвалов нет. У нас есть только указания командования тыла. Давайте посмотрим иллюстрации к этому. Здесь выжить очень сложно в этой ситуации. И там это написано, на этой картинке. Да, это у вас фотография Мариуполь, 22-й год. Это Мариуполь, 22-й год. Какое это самое сидение в Мамаде, мягко говоря, очень мягко, проблематично. И не только проблематично, а контрпродуктивно. Вы понимаете, что здесь можно высидеть в этих Мамадах, в таких условиях? Да, то есть, если бы в этих домах были вот эти защищенные комнаты, то они бы никого не спасли. Тогда бы собирали трупы, извиняюсь. Но это то, что видно с инженерной точки зрения. И фактически, когда я показываю эти кадры широкой публики, я призываю только иметь здоровый инстинкт и посмотреть на это своими глазами, открытыми глазами на то, что есть. Потому что это правда. Вот это вот правда войны. И это то, что вы видите на экране. То есть вот против подобных разрушений, вот эти самые комнаты безопасности, они бессильны. И мало того, если возникает пожар, то это становится просто таким... Человек попадает как бы в духовку, да, и просто поджаривается. К сожалению, смотрите, вы находитесь в защитной комнате. Слева горит салон, справа детская комната. Перегородка упала, закрыла дверь. Лестница разрушена. Знаете, что эта ситуация абсолютно невозможная. И это то, что я говорю и то, что я требую. Где ваше отношение к этой ситуации? Ничего подобного они даже не думают. Они это командование тыла, вы имеете в виду. Командование тыла, к сожалению. Давайте дальше. Да. Вот. Но это еще не все. Потому что в предыдущей картинке еще можно было уйти по лестнице кому-то. Здесь и этого нельзя сделать. То есть здесь полностью смертельная ловушка, которая захлопнулась тем, что не только кругом пожары, но еще и лестница эвакуационная. Тут вспоминается, в общем, сказка Христиана, Ганса Христиана Андерсона о лавьяных солдатиках. Наверное, командование тыла думает, что вот так вот граждане должны сидеть вот в этой ситуации, в этих защитных комнатах, и все будет благополучно. И тихо плавится. Да, вот это вот является уязвимой точкой этой израильской концепции, о которой я просто восстаю и не принимаю как таковую. Я считаю, что ее можно изменить, и можно сделать это иначе. И вот это иллюстрация на это. Здесь все раз... Ну, это уже даже... Мариуполь, 22-й год, Украина, да? Пожалуйста, это самое... Как бы... То есть нельзя не уйти и не выйти и полностью заперто в огненной ловушке. То есть эта ситуация, она приближается к той ситуации, которую мы видели вот 11 сентября. И это надо избежать. Надо сделать это инженерным способом. И можно это сделать, но для этого надо думать, думать совершенно иначе и принимать другие решения. Сейчас мы видим разрушение в Бахмуте в 22-м году Украины. Да, это все реальность, это все правда. И кто сказал, что это не может быть здесь? Вот. Теперь мы рассмотрим еще случай. Мы дошли до апогея с точки зрения воздействия. И при этом мы не забываем, что если в саму эту защитную комнату попадет снаряд 120 мм и выше, то шансов выжить внутри этой комнаты нет. Это правда, это все знают, но как-то специалисты знают, но широкая публика может быть думает, что это панацея от всех бед, что люди защищены полностью. Нет, это не правда, это не так. Это нужно сказать людям правду. Это не работает как защита. К сожалению, прошлые войны показали вот то, что вы видите сейчас, что вот этот защитный щит, который закрывает окно от осколков, он тоже пробивается. Да, то есть оказалось, что вот эти защитные щиты, которые закрывают окна, они тоже были спланированы достаточно давно, и они не просто от удара, так сказать, снаряда или ракеты, но даже осколком это было пробито. Вот эта фотография, это 5 мая 2021 года в городе Сдероте. Да, это, так сказать, здесь никто не погиб, к счастью, потому что здесь никого не было. Здесь пришли после в защитную комнату и сфотографировали, как она выглядит. Кстати, по-моему, Барах, по-моему, после вот 2021 года, вот после этого случая, я помню, были изменены стандарты, и было велено, так сказать, заменить вот эти вот защитные ставни, как бы, если можно так сказать, на более толстые. На более толстые. Вот это вот, к сожалению, отверстие, оно убило мальчика, который прятался в защитной комнате. Так что, как бы, вот такие вот весточки, весточки приходили, к сожалению, и в течение вот этого периода. Но это, судя по всему, Барах, это, судя по всему, небольшая ракета, то есть видно просто была сама эта комната, либо была очень старая, либо она была сделана с нарушением ГОСТа, с нарушением стандарта. Нет. Вы понимаете, что в Мамаде все стандартное, здесь ничего не может быть самоделки. Это просто... Прямое попадание. Энергия, осколка была такая, что она пробила этот 18-миллиметровый щит. То есть это даже просто осколок даже, то есть это не снаряд, не ракета? Это осколок, конечно, это не снаряд, это осколок от снаряда или от ракеты, которые... Дело в том, что научились они делать ракеты меньшего радиуса действия, но с большим, более мощным снарядом. И это тоже, так сказать... Боевой головкой, да. Да, с большей головкой. Это то, что они научили. Значит, смотрите, мы рассматриваем военную ситуацию как одну из главных ситуаций. Но есть еще и другие чрезвычайные ситуации, потому что наша цель это чрезвычайные ситуации как таковые. И как бы война это в контексте этого идет. У нас, в нашей стране есть землетрясение. И землетрясение... Самый лучший сценарий это выйти из дома. Потому что в доме при землетрясении нечего делать. Ничего хорошего там не будет, даже если этот дом сейсмостойкий. Если этот дом сейсмостойкий... Простите, я вас перебил. Значит, в наших, так сказать, краях примерно раз в 100, раз в 200 лет происходит землетрясение. И, в принципе, мы помним, так сказать, Содом и Гоморру. Мы помним еще другие, так сказать, интересные разрушения. Это все исторические факты. У нас есть... На юге страны есть Бет-Шиан. Это старинный город, который, ну, в принципе, как Помпея. То есть Помпея завалило пеплом во время извержения вулкана. А вот Бет-Шиан был разрушен в результате землетрясения. Там он во многом восстановлен. Там очень интересно все это посмотреть. Наглядно, как все это... Как все это выглядело. И, в принципе, у нас ожидается землетрясение. То, что называется со дня на день. Об этом говорят специалисты. Об этом предупреждают средства массовой информации. То есть, в принципе, по срокам... По срокам это может произойти в любой момент. Да, простите, что перебил. Совершенно верно. Было мощное землетрясение в 1927 году, в 1856 году. А то землетрясение в Бет-Шане это было в VI веке нашей эры. То есть, все это было, все это имело место и все это будет, потому что это сейсмическая зона. При землетрясении, как я сказал, в доме лучше не находиться, потому что даже если дом сейсмостойкий, к примеру, может упасть и неконструктивная деталь, может упасть шкаф, может упасть перегородка, может быть все, что угодно, которое может тоже не менее повредить, чем падающая конструкция. При этом, что нужно сказать, что как бы в рекомендации о командовании тылом, что нужно или выйти, или зайти в МАМАД. Но, заходя в МАМАД, надо тоже, тут тоже есть риски, к сожалению, потому что сильные землетрясения часто сопровождаются пожарами. Горит газ, горит электричество, загорается, и это тоже может нас отнести к тем картинкам, которые мы видели, которые мы видели в прошлом. Может перекосить дверь МАМАД, может нельзя выйти из МАМАД, то есть могут быть ситуации. Поэтому и на это нужно дать решение, такое, которое может дать людям уверенно выйти. Потому что то, что я предлагаю, в сути, это эвакуационно-спасательная лестница. И так называется моя исследовательская работа, которую я сделал в 2012 году по заказу Министерства инфраструктуры. Которая была представлена на международной конференции в Турции в свое время в 2014 году. То есть вот это вот мы как бы приближаемся уже к решению и идем, тем не менее, дальше. Так, что мы видим здесь? Возгорание? Да, мы видим просто пожар. МАМАД абсолютно без... Защитная комната здесь абсолютно бесполезна. Надо просто из помещения покинуть. Надо покинуть помещение, там нечего делать, когда горит. И надо покинуть это уверенно, чтобы как бы... Да, но путь к спасению может быть перекрыт огнем, да? То есть вот к лестничной площадке. Ну, поэтому должна быть огнестойкая и защищенная лестница, в крайней мере. Теперь мы возвращаемся к реальности, к той реальности, которая существует, которую мы видели в Украине. Вот так выглядит атака. Вы посмотрите, что происходит при массированном огне по многоэтажным жилым домам. Разрушение, массовые пожары и люди, которых нужно эвакуировать, если у них ничего нет. Если же они, как в случае в Украине, были предупреждены, по крайней мере заранее, так могли бы спуститься вниз, в подвал. По крайней мере там это место более безопасное, чем какое-либо место наверху. Это понятно, это как бы интуитивно. Чем ниже, тем безопасно. Конечно. Ведь я еще раз говорю, что внизу в бомбоубежищах спаслись миллионы людей во время Второй мировой войны. Шансов выжить больше. Да, вверху, наверху, там шансы выжить снижаются. Невелики даже 20-сантиметровый или 25-сантиметровый стенки. Эти вещи должны понимать те, которые принимают решение. Чему я и призываю. Тут мы видим результат страшного пожара. Ну вот, это вот. Вот что, вот это вот как бы реальность того, что происходит, это реальность войны. И если, допустим, тот же генерал в отставке Ицхак Брык говорил, что у нас будет разрушение, то я вот здесь только иллюстрирую, я показываю, что может быть и в каком виде, чтобы это как бы дошло и для людей, и для тех, кто принимает решение соответствующее. Так, а какое, что вы предлагаете? То есть, какой выход, какое решение? Смотрите, я разработал два, значит, два случая. Два случая. Что делать с существующими домами, как усилить их безопасность в чрезвычайных ситуациях разных видов? Это один вопрос. И второе, я разработал то, что следует сделать для новых домов в будущем, в будущем проектировании и в будущем строительстве. Сегодня мы отнесемся и, так сказать, для сегодняшней встречи мы отнесемся для существующих домов, потому что есть масса существующих домов, их надо защитить. И чтобы не происходил тот сценарий или разные сценарии, которые были показаны выше вот в этой презентации. Вот, вот это вот как бы наша тематика и если мы начнем это выше, если можно. Да-да, сейчас еще не запустилось просто. Да. Итак, первое. Вверху, вверху, в самом верху. Вот, значит, вот это 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 предложение для существующих домов. Существующих домов и опять цель здесь три вида чрезвычайных ситуаций. Не только война, но и землетрясение и пожар. В нашей стране очень много домов, которые есть измостойки, в которых нет защитных сооружений никаких, ни бомбоубежищ, ни защитных комнат, и в которых нет пожарных лестниц. Для того, чтобы осуществить осуществить дать зданию безопасность. А людям шанс выжить, да? Да, дать шанс выжить людям в чрезвычайной ситуации разного вида. И вот здесь показана школа, трехэтажная школа, в которой нет вот этих вещей, которых нет бомбоубежища, да? Нет бомбоубежища, нет лестниц, и нет никаких средств, чтобы эффективно людей эвакуировать. И так здесь сделана, вы видите, с правой стороны вот эта лестница. Такая пристроенная типа башня. лестница. Эта лестница делается конструктивно независимая от существующего здания, и между этой лестницей и между зданием существует гибкий мостик для перехода, как тот, который существует между кораблем и пристанью. И так эта лестница она рассчитана как сейсмостойкое сооружение, и более того, что она рассчитана как сейсмостойкое сооружение, она рассчитана на то, что здание, к которому она пристроена, может разрушиться и упасть на эту лестницу, эта лестница выдержит этот удар. А здесь у нас как бы с двух сторон такие, да? То есть с одной стороны такая башня и с другой стороны, да? Да, давайте дальше. Я прошу прощения, еще я хотел уточнить, то есть вот в момент, допустим, воздушной тревоги или в ожидании начала какого-то там землетрясения, то есть, допустим, школьники по специально разработанному плану могут перебежать, то есть с каждого этажа есть вход на эту лестницу, они перебегают туда, и эта лестница отличается тем, что кроме того, что она сейсмостойкая, то есть она еще и не горит, насколько я понимаю, да? Там нечему гореть вокруг. Да, там нечего гореть. Давайте следующую страницу я там вот это покажу. Да, пожалуйста. Точнее, еще одна здесь показан разрез. Вот эта школа и вот этот разрез этой лестницы эвакуационной. Эта лестница является защитным сооружением по всем правилам по всем правилам командования тыла, имеющая принципиальное разрешение от командования тыла, и она полностью соответствует тому, что, хотя она лестница, она является защитным смещением, включая то, что есть там запас воды, что есть там химические туалеты, что есть тут эвакуация сверху, что есть тут системы очистки воздуха и системы подачи воздуха, то есть в полном инженерном смысле. То есть она является автономным автономным строением, да? Да, автономным строением. Вот. Его стоимость поэтажная такая же, как стоимость такого же такой же площади защитная защитная комната или защитный класс в данном случае. Ну, то есть основное принципиальное отличие заключается в том, что она не имеет жесткой связи с домом, да? Если здание рушится, она остается. То есть если здание горит, то если здание горит, то поскольку эта лестница находится рядом со зданием, то люди, которые в нем в ней находятся, то есть они как бы, ну, извините за такое слово, не поджариваются, да? Нет. Радиус действия этого сооружения 20 метров. 20 метров это коридор три класса с одной стороны, три класса с другой стороны. Это вот радиус метра. И так на все этажи. То есть это три класса по коридору это практически полшколы такой средней. Вот. Как это известно. Давайте следующую страницу. Вот. Здесь вот показано как раз план эвакуации. вот у нас такая средняя школа. С двух сторон стоит эта лестница. Пристроенная, да. Это как башня. Пристроенная, независимая конструкция. Вот. Здесь следует сказать следующее, что тут осуществляется в этой защитной лестнице. Поэтому защитная здесь не комната, а лестница. Вот. Вот что самое главное, потому что лестница она осуществляет вертикальный транспорт, что существенно важно при чрезвычайной ситуации любого вида. То есть люди могут спуститься, да? Да. Итак, Александр, эти имеют двери и имеют двери, которые рассчитаны на ударную волну. И эти двери в этой лестнице оперативно открыты. Почему они оперативно открыты? Потому что они открыты для двух ситуаций. Для пожара и для землетрясения. Когда есть многоплановая система оповещения, есть оповещение для пожара, есть оповещение для землетрясения, вы знаете, что такая есть. И есть наше, как говорится, предупреждение от командования тыла. ЦВАДОМ, красный свет. Эта система, она работает. и для всех этих трех видов чрезвычайных ситуаций есть один адрес, которым является эта лестница. Эта лестница открыта для двух ситуаций землетрясения и пожара. В случае атаки в тылу эти люди туда заходят, и это является защитным сооружением. Более того, эта лестница может связаться с подземным сооружением бомбоубежища или существующим, о чем наши деятели никак не... То есть вы имеете, секундочку, то есть вы имеете ввиду, что она может иметь еще и подземный выход, да? Конечно, конечно. Какой-то подземный переход к бомбоубежищу, которая пристроена там. Итак, три ситуации, три ситуации при помощи системы оповещения, системы оповещения в мире существуют. Допустим, в Японии существует система оповещения пожарная и сейсмическая. В каждом доме существует. Вот военной ситуации в Японии пока нет. Но вот соседи через море, они могут приблизить нас и к этой ситуации тоже. Поэтому, как я говорил, что с соседями может резко не повезти. Самый неозыданный момент. Вот. наш мир вот такой, как есть. И здесь вот ответ на угрозы, которые существуют, которые находятся в этой лестнице. Эта лестница позволит людям выжить. Она немножко напоминает, вы ее называете лестница, лестница, да? Но она мне напоминает немножко, знаете, вот эти штурмовые башни, которые существовали в средние века, которые там подкатывали на колесиках к крепости и с ее помощью штурмовали крепость. Но я понимаю, что ты немножко... у вас интуиция работает широтно-сапот, как говорится. Сверхурочно, да? Да, сверхурочно. Браво, я не ожидал. Это именно так. Вы знаете, почему я называю эвакционы? Потому что этой лестницей после чрезвычайной ситуации любого вида должны прийти пожарные или службы и вытащить, спасать людей, которые еще остались. Поэтому она является действительно, как вы совершенно верно сказали, штурмовой лестницей, чтобы пожарные спокойно по негорючей лестнице, по неразрушенной лестнице пришли в разрушенное здание и стали искать лохудим как-то, оставшийся... Оставшийся живых, да, кого мы живых. Так что эта лестница используется и для этой цели. Она является в конце... Предлагаю называть ее спасательной башней, не лестницей. Нет, вы не шутите. Она в исследовательской работе сделана... Были произведены серия инженерных расчетов до высоты 16 этажей. Причем есть вариант троми, то есть сборный вариант. Есть масса вещей, которые можно сделать и можно быстро построить. Но наше командование тылом, она как-то не очень на это делается. Вот вы говорите наше командование тылом, но я так понимаю, что этому могут заинтересоваться не только в нашей стране, потому что действительно сейчас заниматься очень неспокойно. То есть вы хотите, я хочу, извините, вернуться немножко на полшага назад, то есть вы хотите сказать, что можно вот эти башни, лестницы производить как бы сборный разборный, то есть производить ее условно говоря на каком-то заводе, комбинате из блоков и дальше собирать как конструктор лего. Мы это разработали еще тогда в 12-м году в следственной работе, но в командовании тыла у них свои планы, свои великие свершения. Вот они 34 года с одним решением возятся и ничего нового не придумали, к сожалению. Хотя хотелось бы, военно-воздушные силы купили самолеты, морские силы купили катера или подводные ломки, а эти остались с тем же, что и было. это разрез, разрез этой лестницы и давайте дальше, вот он, это разрез, у него даже выход есть наверху для вертолета, вертолетная площадка, верхний выход, нижний выход, возможность модульной системы, их можно сочетать с защитными комнатами, есть масса вариантов для того, чтобы сделать, вот, пожалуйста, здесь как бы целый проект, который мы сделали, чтобы показать, что вот так можно усилить, это как бы существующие дома, и в них всегда можно найти место для такой лестницы, потому что тогда строили не так плотно, вот она, вот этот вид этой лестницы с показом эвакуации в различных различных видах чрезвычайных ситуаций, эта лестница, она не напрягает людей, так как в Дероте напрягают вот эти козырьки, эти бетонные бесконечные надолбы, она стоит на заднем дворе, спокойно, тихо, никому не мешает, эстетически она может слиться, слиться, значит, ну да, если она построена в таком же стиле, покрашена так же, как у вас на ваших схемах, она может как бы исчезнуть, она не будет издеять, как вот она является частью конструкции, то есть не привлекает внимания, частью как бы вида эстетического, но они должны быть, вот как и любое бомбоубежище, они в обычной ситуации должны быть закрыты, для того, чтобы там не получить какие-то разрушения, можно пользоваться вот в обычное время, там школьники через эту лестницу могут попадать в классы, ну, здесь надо подумать, там есть химические туалеты, там есть вода, там есть средства спрятания, все-таки лучше, чтобы это все было закрыто, а то детишки своими шаловливыми ручонками доберутся, там ничего не останется, можно тут придумать массу вещей, и важно построить, сделать пайлот, построить этот проект, я уже добиваюсь этого очень много лет, но никто не поднимает эту перчатку, как будто бы чего не было. Причем интересно, насколько я понимаю, то есть технических возражений нет, то есть, допустим, что вот у вас тут неправильно рассчитано, у вас тут неправильно построено, то есть все расчеты, которые вы сделали, это профессиональные расчеты, инженерные расчеты, которые ни у кого сомнений не вызывают, просто никто не хочет вникать. Ну, я не открою для вас истину, если скажу, что у нас государство бюрократическое, у чиновников дрожат коленки, ну, что можно сделать? Не только у чиновников, у офицеров дрожат коленки, с которыми я разговаривал, так что, что я могу сделать? Я очень хочу, я хочу найти или спонсора, или руководителя города, который это построит, ведь это стоит не так дорого, это стоит столько же, сколько построить обычные защитные комнаты. Да, ведь есть же эти проекты, во многих городах действуют, вот эти, которые, достройка домов, достройка вот этих вот защитных комнат, да, но там есть нюансы, вы его знаете не хуже меня, потому что, когда ведется достройка вот этих вот комнат безопасности, то дается разрешение к зданию достраивать один на то и два этажа, и получается, что подрядчик, строительный подрядчик, который делает вот это строительство, строит, да, то есть он ничего практически не берет у государства, то есть его, как бы, его, так сказать, профицит, его профит, это вот именно вот эти достроенные пару этажей, которые он строит на это, и, значит, он продает эти квартиры, и поэтому государство это обходится довольно дешево. Есть что много сказать, но давайте сделаем отдельную передачу, уверяю вас, у меня есть что сказать на эту тему, эта тема необъятная, да, я представляю, вы знаете, кто такие Гошашим, когда вы приехали, вы, вот Израиль, вы слышали этих комиков? Нет, они слышали, ну вот они такое понятие вывели, Исраблев, вот это вот понятие, оно характеризует наше государство в некоторых аспектах, к сожалению, Исраблев. Да, вот здесь вы еще показываете возможные варианты, да, пристройки вот этих вот лестниц, этих башен, пристройки к домам. У меня жена случайно архитектор, поэтому она вот показала, что это можно модернизировать, это можно сделать там разные вещи, это можно построить там что-то на этих стенах сделать, надо сделать там скалолазание на этих стенах, то есть это может быть частью... А, то есть они могут дополнительно нести нагрузку как общественные места? Да, то есть это может быть, она может слиться. Вы понимаете, что город Сдерот, когда туда приезжаешь, то видишь все эти бетонные надолбы, такое ощущение, что находишься значит, на испытательном полигоне командования тыла. Я прошу прощения, я поясню зрителям, которые не бывали, я недавно, кстати, был в Сдероте несколько месяцев назад, то есть имеется в виду, что в городе вдоль улиц на дорогах поставлены, ну не на каждом шагу, разумеется, это называется передвижные бомбоубежища, то есть такие блоки, блоки, бетонные блоки, в которые в случае, если тебя застала на улице воздушная тревога, проблема заключается в том, что город Сдерот, он находится буквально в нескольких километрах от границы с газой, и поэтому там время подлета, вот после объявления воздушной тревоги и до момента, когда возможно падение, то есть там исчисляется буквально там в 2-3 минуты, иногда 4, то есть, ну, зависит от того, как запускается, поэтому нет возможности бежать там до ближайшего здания, поэтому люди зачастую заскакивают вот в такие вот убежища передвижные, и оно, в принципе, такое убежище сохраняется. Я хочу уточнить ваше разрешение, потому что этими переносными убежищами никого не удивишь, они уже сегодня существуют давно в Украине, это не вопрос, просто я хочу сказать, что школы, сделанные разными козырьками, разными защитными утолщениями, надолбами, вот это вот она человека напрягает, который смотрит чисто эстетически на это, это не просто видеть весь дом такой превращенный в... крепость, дом крепость, фактически в бункер, а здесь стоит такой элегантный пролитвипед на заднем дворе никого не мешает, и это хорошо даже вот с этой точки зрения. Понятно, что это не может быть стопроцентное, так сказать, решение, потому что не всегда и не везде можно сделать эту пристройку, понятно, что не бывает стопроцентных решений, но это, по крайней мере, какая-то попытка, то есть, если частично, хотя бы, хотя бы действительно к школам это пристроить, то есть, к общественным зданиям, где собираются много людей. Я тоже это хотел сказать, но вы опередили. А, я вас опередил, извините. Да, потому что вы как бы прониклись, это здорово. Смотрите. Нет, я просто, слушай, я поясню зрителям, это не постановка, я это слышу первый раз, поэтому действительно я выражаю свои эмоции, я задаю вопросы, которые у меня возникают по ходу пьесы. Я знал, о чем мы будем говорить, но вот сама суть, как бы, я ее познаю вместе с вами, дорогие зрители. Да. Вы знаете, стопроцентно действительно нельзя. В безопасности не может быть сто процентов. Никогда. Как говорится, стопроцентную гарантию дает только страховой полис, да? Да, но надо умереть шансы выживания. И это вот мое, как говорится, послание, мое месседж с этим решением. Я хочу это сделать, я хочу построить это в Израиле, в любой точке мира. И я считаю, что если это спасет хотя бы одного человека, я сделаю свою работу и буду доволен. Есть еще другое приложение для новых домов, что делать, потому что это тоже, это тоже важно, но это будет следующая беседа, наверное. Спасибо. Спасибо большое. Было очень интересно. Мне было очень интересно. Надеюсь, что нашим зрителям тоже. И может быть, у кого-то, то, что на еврите называется, на фале Симонта, то есть упадет, так сказать, какая-то вот мысль возникнет вообще, как это и где можно применить, потому что, к сожалению, к огромному сожалению, с этими проблемами, которые вы только что сейчас описали, может столкнуться не только Израиль и не только Украина, это может столкнуться любая страна. К сожалению, мы живем в такое время, что произойти может все. Баруха Ермолинский, инженер, строитель, проектировщик, руководитель инженерного офиса, советник Министерства обороны, Министерства строительства Израиля. Большое спасибо за ваш рассказ, большое спасибо за то, что вы делаете и до новых встреч. Всего доброго. Всего доброго. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова